Добрый день, уважаемые девятиклассники! Разрешите, начинаем телеурок на тему подготовка к экзаменам. Сегодня у нас урок русского языка и занятие буду вести я. Меня зовут Айна Михайловна Стручкова. Разберем мы первый вариант из демонстрационных вариантов 2020 года. Первая часть, как вы все знаете, это, конечно же, написание сжатого изложения. Если мы пишем сжатое изложение, то вы найдете в банке на официальном сайте FIPI много разных аудиозаписей. Вы можете включить любую и самостоятельно дома прослушать и записать черновик сжатого изложения. Основные требования к тому, чтобы получить максимальное количество баллов за сжатое изложение. Во-первых, конечно же, это передача основных микротем. Во-вторых, это количество слов. Как вы понимаете, подробное изложение, исходный текст содержит более иногда 200 слов. Ваша задача сжать этот текст и передать только основное. В-третьих, это соединив обязательные микротемы, оставить авторский замысел. И, конечно же, обязательно соблюдать переходы, логику и композицию сжатого изложения. Тем самым, я уверена, вы напишите, потренировавшись на разных носителях аудиозаписей, напишите сжатое изложение. Занятие мы сегодня посвятим второй части. Вторая часть, как вы знаете, это тестовые задания с правильным открытыми поле бланков ответов. Как вы помните, задание второе – это синтаксический анализ. Синтаксический анализ дается микротема, в которой вы должны, прочитав, указать правильные ответы. Формулировка звучит всегда так. Укажите правильные варианты ответов, в которых верно определена грамматическая форма. Грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов. Как вы видите, здесь дается словосчитание или же несколько фрагментов, в которых указаны в скобках номера предложений. Как мы решаем эту задачу? Когда вы читаете внимательно этот текст, вы находите в каждом предложении и подчеркиваете подлежащее исказуемое. Подлежащее исказуемое вы всегда вычисляете при помощи смысловых вопросов. Как вы помните, например, здесь, если мы в частности возьмем этот отрывок, то мы увидим, что здесь в первом предложении грамматическая основа является составной, именной, исказуемой. Должна была стать Москва. А во втором предложении мы увидим, что здесь грамматическая основа должна быть, конечно, совпадает. Это концентрировалась мощь. Ну а в третий вариант нам предполагает решить, и мы видим, что в составе сложного предложения здесь есть совершенно другой ответ. Заложен в первом простом предложении грамматическая основа. Сформировалась элита, а вторая основа – это подстраховывала, которая подстраховывала. Следовательно, этот ответ неправильный. Четвертый вариант предполагает анализ пятого предложения. И мы видим, что в четвертом предложении вы находите грамматические основы, такие как «однородные подлежащие княжества города привыкли смотреть». И мы видим, что здесь пропуск, то есть ответ не подходит, мы его удаляем. Переходим к пятому предложению. В пятом предложении здесь мы видим, что грамматическая основа будет, конечно же, в составе сложного, простое предложение, которое было одержано. Ответ правильный. Следовательно, ответ у вас получаются цифры. Ответ правильный у вас 2 и 5. 25. Следующее задание – это пунктационный анализ. Пунктационный анализ предполагает, что вы должны расставить на месте цифр запятые или отсутствие запятых. Объяснить себе, какая связь внутри составе сложных или простого осложненного предложения. Мы видим, что вы, когда будете читать полголоса, вы увидите роль каждого знака припинания. Например, начнем с того, запятая подчинительный союз, выделяем, подчеркиваем, что большинство современных русских имен образовано от имени имен святых, запятая каких начинается, согласованное определение, выраженное причастным оборотом, входящих в церковные календари. Открываем, закрываем, где они записаны в церковной форме. Далее идет «однако» в роли противительного союза «но». Запятая «однако» в русском обиходере развились гражданские формы этих имен. Начинается сочинительная связь. Ставим здесь запятую. И вводное слово выделяем. Как вы помните, следовательно, 7 и 8. В церковной форме имени Татьяна соответствует гражданская Татьяна. Идет причислительный ряд. Однородные члены предложения тоже расставляем запятые. В церковной форме Дионисий гражданская форма Денис. Следовательно, у нас цифры получаются 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Правильный ответ. Таким образом, мы находим правильную постановку знаков препинания в этом задании. Четвертое задание – это синтаксический анализ. Надо уметь заменять любое словочитание типа подчинительной связи, согласование, управление и примыкание. В данном варианте мы видим, словочитание у нас образовано, это, конечно же, классическое примыкание. Находим главное слово. Смотрел. Смотрел как? Насмешливо. Следовательно, наша задача – переделать, то есть заменить это же словочитание на управление. А что такое управление? Управление, когда мы делаем следующее. Оставляем главное слово – смотрел. И задаем любой падежный вопрос, подходящий по смыслу и грамматически. Смотрел с чем? Зависимое слово на речи мы, конечно, меняем. Меняется его часть речи. Обратите внимание. Смотрел с чем? С насмешкой. Следовательно, ответ, получивший словочитание, мы пишем. Смотрел с насмешкой. У нас получилось управление. Таким образом, управление – это, еще раз повторяю, когда мы от главного вопроса к зависимому задаем любой падежный вопрос, кроме именительного падежа. Именительный падеж, как вы помните, это, конечно же, подлежащие. Следующее задание – это орфографический анализ. Здесь дается разные правила за курс 5-9 класс. Основные правила – правописание приставок, правописание наречий, правописание суффиксов при части прилагательных, и, конечно же, правописание, правописание одной и двойной n. Обратите внимание, дается несколько формулировок, в котором есть и правильная формулировка, и неверная. Соответственно, мы начинаем решать здесь. Обратите внимание, первая формулировка – это наречие «как» – «настиж». Здесь утверждается, что в наречии буква «мягкий знак» указывает на мягкость предшествующего согласного. Но это не так. Мы знаем это правило, как на конце наречия после шипящих всегда пишется «мягкий знак», кроме трех наречий. Уж замуж не втерпешь. Ну, а вторая формулировка – «рушащий», как вы видите, это, конечно же, действительное причастие. Суффикс «ащ» в настоящее время образован от глагола первого спряжения. Здесь уже мы смотрим на сам глагол, исходный от которого образованное причастие. Что делать? Обратите внимание, «рушащий». Следовательно, этот глагол, он второго спряжения. Что здесь? Обратите внимание, мы находим ошибку. Следовательно, в суффиксе пишется «ащ», «ащ» только у глаголов второго спряжения. У глаголов первого спряжения всегда пишутся, как вы помните, суффиксы «ущ», «ющ». Третья формулировка – это, как вы видите, наречие. Наречие «все пустынно». Здесь мы видим, утверждается, что в суффиксе «наречие» на «о» пишется столько же «н», сколько в слове, от которого оно образовано. Обратите внимание, нам анализ помогает, исходное слово, найти существительное «пустыня». «Пустын» можем обвести кружочком. К нему добавляется одна «н», следовательно, на стыке корня и суффикса у нас получается две «н». Здесь же мы видим, наоборот, формулировка также не подходит. Переходим к четвёртому. В прилагательном безысходное, после русской приставки «без», как вы помните, оканчивающей на «согласный», в корне пишется гласное «ы», а не «и». Это верное утверждение. Обратим внимание, такие частотные хрестоматийные примеры, как «безымянный», «розыгрыш» и прочие примеры. Ну а пятая, квашеная капуста, в отглагольном прилагательном пишется одна буква «н». Это правильный ответ, как вы помните, отглагольное прилагательное. Капуста какая? Квашеная. Здесь, конечно же, пишется одна «н». Кроме тех случаев, когда мы помним, если есть любая приставка, кроме «не», переквашенная, тогда у нас одна «н» превращается в две, и, следовательно, если рядом есть зависимое или уточняющее слово. Таким образом, правильный ответ, комбинация цифр у нас будет, это 4, 5, 45. Таким образом, мы перед большим исходным текстом решили несколько задач. Обратите внимание, каждая задача надо действовать, как вы помните, полагаясь на свои знания, на знания правил русского языка, изученные вами в 5-9 классах. Продолжение следует...